На самом деле, очень своеобразно ощущается турнир, когда ты приходишь просто отдельно на гранд-финал, вообще не наблюдая за тем, что было до этого момента. Ну, вообще, в действительности не было особо времени прямо сильно наблюдать. Я смотрел пики в основном матчей. Мне понравились Сикрет, и я сделал вывод для себя, что Сикрет — молодцы. Вот. Понимаешь? Это великолепия просто. Давай серьезно. Так там реально все серьезно. Ликвид и Сикрет, по-моему, единственные два коллектива, ну, не считая Virtus.pro, которые, конечно же, все знают, но просто пока не показывают никому, которые явно понимают, что происходит здесь. У Сикрет тоже этот Viper, у Сикрет Пангольер, но с идеей. У Сикрет у них чувствуется понимание всего происходящего, в отличие от многих других коллективов. Пока все экспериментируют, короче говоря, Пупе и Скуроки уже поняли, как играть. Проблема только в том, что Пупе брал, точнее, Куроки брал этого Viper или Веника еще сто лет назад. Кто брал? Пупе или Куроки? Кура, Кура для Матумба. О, Паньке. У них что не играло, он приходит и говорит, ты на Гадюке. А вот и, кстати, Гадюка. Как они быстро начали прям. Пинган и ФП. Не это. Это, кстати, Корвинга. Вкусненько. Я тут хотел поговорить по поводу Intrino Tale, по поводу Медасов, да, то есть, которые сейчас въехали по полной. Он говорил о том, что каждый год, рано или поздно, начинается эра Медаса, потом рано или поздно эти Медасы начинают проигрывать, и все о них забывают. Это реально просто, ну, такая тенденция, которая просто заехала в голову? Или это не связано с головами? Я говорил в первый день о МТЛ Макао, увидев все эти Медасы, и уже как раз в паблике они уже начали заполонять все и везде, что это затмение, очевидно. Это очередное затмение. Очередное затмение, да. Которое, ну, точно долго не продержится, потому что это полный бред. Месяц ты даешь этому. Да все, нет, уже, по идее, должно закончиться. Ну, просто того, как вот Liquid сыграли уже в финал, не собирая вообще Медас никому, кроме Лондруиду, которому дефолт на Медас собирать, потому что все-таки, ну, у него и Медведю буст дает слишком хороший сам Медас, и, ну, и он фармит все-таки медленно, и такой герой, который не рассчитывает, знаешь, там, на 10-минутную игру, он так в мидгейм целит, у него этот Медас окупается, ну, как бы это нормально. Но больше они никому не покупали. Почему? А нахрен надо вообще? Нахрен надо покупать Медас, если можно купить предметы на эти же денежки и что-то делать. В интернете говорят, что каким-то героям все же неплохо заходят, там, Варлоку, Даззлу, Ластилеру. Ну, логично, Ластилер, опять же, получает бенефиты от скорости атаки. То есть ему можно купить на те 2000 что-то другое, но, как бы, скорость атаки от Медаса дает ему хороший все равно прирост. То есть ему нормально. Ну, а этим кому-то и перечисляешь... Даззл у него очевидный ультимейт, у тебя просто кулдаун на Медас сильно меньше, а Варлоку, ну, там... Ну, саппортом, типа, можно любым купить, ну, потому что они не фармят. Так у саппортов, на самом деле, там, в топ-20 либо у флайнера какие-то, либо саппорты вот по винрейту лучше. То есть, там, Нэй Сталкер, вот, например, хороший вариант. Да. Нет, есть герои, как и было это всегда. Всегда были герои и ситуации, когда ты берешь Медас. Но покупать всем подряд просто так, покупать на спектре Медас. Да, это я уже удивился очень серьезно. На Вивере. Знаешь, какой у него винрейт? Ноль? Ну, а нет, одну повыиграл. 1-1-8 или 1-9. С другой стороны, я посмотрел тайминги, у Рамзика на пятой минуте Медас был, поэтому, ну, можно сказать, что, в принципе, это не страшно. В году в 12-м Дашкевич на 3 с лишним покупал, поэтому гордится особо. Нет, я не говорю про то, что гордится. На пятой минуте, в принципе, но что ты на спектре все равно сделаешь такого особенного? Ну, вот и я об этом. Не берешь спектру? А, это тоже вариант. Это тоже вариант. Не берешь Медас. Ну что, друзья, у нас тут уже 4 пика. Начинаем. Очень похоже на то, что я видел вчера. Тоже Леон. Аура, статы, хорошие вот эти герои. В Ингиши просто статов там, просто колоссальные. У него вот из полезных статов для ловкача, то есть силы и ловкость, там почти под семеру, с последовательным изменением. Ну да. На самом деле, пики-пупи я никогда не рассекретил. Ну, очень сложно или предугадать, и даже в какой-то момент их сложно понять и принять порой. Ну, хотя пока все нормально. Ну, я просто имею в виду, что, например, там БХ, ну, вот просто появился БХ. К чему он? Ну, просто появился БХ. Это оффлэйн БХ. Это Венш Керри? Керри Винга, Мид Вайпер, оффлэйн Баунти Хантер, четверка Леон, и сейчас они доберут еще позицию 5. Гулт. Ну, типа, естественно, так будет. Просто стойчно. Ну, вообще, так может быть, но еще может быть оффлэйнер. Секунду, секунду, пока я перебью на секунду буквально. Видел много игр, где брались герои типа Думы и так далее, они шли в оффлэйн, очевидно. И против них стали Баунти Хантеры, потому что в рамках соло в соло он их так унижает. Ну, да-да. Это правда. И это вполне может произойти. На БХ, кстати говоря, вот именно андеррейт от героя, как, ну, не как прям Кор, хотя играли... Третья, вторая. Как такая вот третья позиция мерзкая, которая приходит на легкую, ну, как, знаешь, она там ставит на легкую какую-нибудь соло героя, и вот так же приходит БХ. Ну, понятно, не против Тайды, например, не очень будет приятно. Почему нет? Ну, потому что все равно там Тайду за оверфармит тебя. Как творож день у него. Ну, в начале не так много. Это все-таки... Там реально прокачиваешься бы жестко... Ты переоцениваешь в начале. Понятно, с пятого уровня, с пятого, да. Ну, до пятого уровня все-таки не настолько. Это критично. Ну, Тайд будет намного больше. Ну, короче, есть герои, которые не так круто. Но есть герои, которые ходят круто. Вот Дум придет, например, ну и все, как бы. Стоишь, кайфуешь. Вот, а потом... Он берет за... Отходит за крипом. Минус пол лица, минус деньги. Да. Но с другой стороны, у него сумасшедшие регены, ну, там, он-то отстоит свое в любом случае. Так что-то и дело, что ты берешь героя, который его должен вынести с линии, там, условно, Медас на пятый, тот самый еще и шестой левел. А тут как бы его и выгоняют, и он и без денег, и еще и БХ начинает с треком, а мне и заработать на всю команду. Но это не факт, что это такой БХ. Мы сейчас... Ну, Ласт Вик все покажет. Мне кажется, что ли Гамбиты себя поставили в положении, в котором тут реально надо много денег, а у Сикретов есть возможность тупо закрыть это за 20? Ну, есть такой нюанс, потому что БХ именно из тех героев, которые очень напряжены. Вот он начинает... Мало того, что... И так тут такие жадюшки, как ТБ, как Дум, Пангольер, все хотят что-то пофармить, и этим саппортом денежек мало остается. Тут еще придется тратить на сентри, дасты, и это будет постоянно давление вот на этого бедного Фуриона от БХ. Могут быть, короче говоря, проблемы определенного рода. Ну, мне тоже пока Пик Сикрет видится как такой катящийся. Катящийся. Вопрос еще в том, на ком Акулович будет. На Думе? Или на Подгалере? Пока непонятно. Потому что они тоже играли и так, и так. Пока ничего не ясно. Это такое ощущение, что это Пангольер-то ну, как, четверка. Сегодня он был оффлейнером. Сейчас по ласт пику станет более понятно, потому что тут-то так-то вроде и Дум хочет в оффлейный Пангольер и даже Фурио. Просто я думаю, у них хоростки мидера сейчас какого-то не хватает, они его доберут. А вдруг Фурион Мид. Опа. С Triple C снимает, так это снимает маску, а там С Triple C. Ну да. Ну слушай, Фурион Мид использовался разными коллективами. В разное время. Например, Power Rangers. Слушай, а там было ФНК? Возможно, там было через код, доставлено. Дарк Вилка. Ну и по итогам у нас получается три кора, видимо, Пангольер-Дум ТБ. Это Пангольеры Мид. Да, похоже на то. Ну, самое логичное. Да. Если, конечно, не Фурион Мид, а Пангольер-Саппорт. Хезу сам просил, чтобы они пикули дома. ФНК задоджил. Задоджил. Ну а что сразу доверять этому Хезу? Вообще, он Кизу поедет. Ну, короче, что ему доверять? Ну, в смысле, играл за Пупеху, может, хочет отместиться. А, шарит. А что, если это все хитрый план от Пупея? А, тут Морф. На контракте и так далее. Тут Морф, и это действительно на оффлайн БХ. Или же оффлайн Винга? Нет, оффлайн БХ, а саппорт Винга? Ниша на Морфе это дикая дичь, конечно. Хотя, по сравнению с Терлблэдом не так страшно, но все равно. Слушай, Фурион, ой, Фурион, Морф против ТБ, это очень сильный. Нет, я к тому, что, в смысле, Ниша еще и на ТБ очень круто играет, поэтому ФНГ молодец, что забрал. Ты когда Морф, ты еще даже лучше, чем обычный ТБ, понимаешь? Ты как, из 2 ТБ, ты можешь забустить этот баг, до сих пор, кстати, преработающий, когда у тебя, как бы, такой, ТБ-морф какой-то, у тебя рейндж миллион, и ты лупишь с него, плюс ты можешь использовать рефлекшн на ТБ, ему неприятно, ты можешь вызвать иллюзии, вот эти все, ну, короче, ты очень интересный такой молодец. Еще может быть Фуриона просто летать по карте. Ну, друзья, предикшны, хотя, я думаю, и так все очевидно, да, то есть, к сожалению, или вы, если вот закрыть глаза на то, что это команды, да, определенные, то есть, вот просто вот закрыть лого, и подумать чисто о драфте, сугубо. Я думаю. За какого лучше было бы играть? Я думаю. Давай, давай, ради. Сикрет. Спасибо, бать. Спасибо. У нас еще осталось посмотреть коэффициенты от нашего партнера по рематч, но тут все прекрасно ясно, я думаю, тут не надо даже утруждаться, пятерка. Ну, это за всю серию. За всю серию, да, это БО-5, и, ну, логично то, что на длинной дистанции Сикреты имеют намного-намного больше шансов, но еще больше шансов вы имеете на то, чтобы посмотреть на наших комментаторов замечательных, там у нас сидит Лекс вместе с Джемом. А вот и мы. Всем добрый вечер, всем привет. Гранд-финал еще один на сегодня. Давно такого не было, я вообще не вспоминаю времена, когда было два гранд-финала в один день. Я вообще-то ни разу такого не застал, так что для меня это в новинку. И ты еще не комментируешь два гранд-финала подряд, но вот это прям достижение нереальное. Гамбит-сикрет матч похожий на предыдущий гранд-финал, потому что у нас есть, ну, слушай, у нас есть фаворит конкретный и аутазер, как ни крути. Там также ЕГЭ явно выступали с позиции слабой, все-таки Ликвид с позиции сильной, но стоит отметить, что ЕГЭ все-таки одну карту взяли в серии. Надеюсь, Гамбит смогут себе показать, потому что кто не следил за ESL, я думаю, это вполне реально, что МТЛ шел утром, рано утром, ESL шел ближе к вечеру, у Гамбит все неплохо на этом турнире шло, но команда Сикрет это главная проблема, они проиграли им все карты, 4 карты было, 2 в групповой стадии, 2 формата Best of 3 в плей-офф и все карты были разгромные. Вот прям разгром практически без шансов и боюсь, что... Ну вот, например, если брать на примере противостояния ЕГЭ против тех же Ликви, там тоже примерно все карты были в районе 25 минут, и как бы уже минуты с 12-13 уже было ясно, кто явный победитель здесь и то, что шансов уже мало у другой команды. Ну так, что здесь у нас происходит? Пиньки идут на разведку пока что, как обычно, спрятался здесь Дахак. Я смотрю, Вижн уже расставили, причем разительно отличаются варды, обычно вот то, что мы видели на МЗеле, как правило, пытаются либо куда-то ближе к МИДу поставить варды, или поглубже в лес, но вот здесь мы видим вот именно около баунтируемого контроля передвижения. Этот вард будет давать информацию на случай передвижения каких-то перестановок по линии, мы нередко видим варды на Т2 в хайграунде, который помогает именно видеть свапы, потому что у нас очень часто с нулевой минуты происходит свапы по линиям, учитывая, какие бывают иногда контрпики. И обзор на Леоне, вчера, господа, он на этом герое играл, и заметить любое, вчера это было аналогично, и я вам скажу, что все это он в такой же последовательности купил. И этот Леон разрушал просто жизни игроков компьютера раз на раз. Ну, судя по тому, что он планирует сейчас, у него примерно такой же план на игру, если вы обратите внимание на Quick Buy, он тоже хочет транквилу сразу же анимчик потом себе приобрести. Так, ну и что, давайте посмотрим расстановку. у нас Зайна по Росхебзорам отправляются на топ, будут стоять здесь, против них выступают Фурион и Террорблэйд. Внизу также дабла от игроков команды Сикретной. И в миде, как и говорилось, Пангалер против Ниши на Морфлинге. Поменяли Гамбит свою стратегию по драфту, учитывая, что было до этого у них на турнире. Мы видели много Никс Ассасинов, мы видели много визажей птичек, но этих героев сейчас нет, могли ребята их забирать, но Гамбит правильно сделали, те герои против Сикрет не работали. Много говорил в Фанге по поводу Энигмы, что, возможно, хотели бы отдать этого героя, попытаться законтрить, но мы видели, что на этой стадии решили не рисковать и не пытаться как-то контрить. Ну, не стоит. Не то время, Гранд Финал, чтобы... Да, Гранд Финал есть стратегия. Есть еще много возможностей, есть право на ошибку, даже не одно, так что ничего страшного. Здесь все верно. Там, ну, пытается максимально, ну, опять же, Морфлинг такой персонаж, который всегда, как правило, бегает на начальных эллах на лоу ХП, и это, как бы, не проблема для него, я думаю. Там регена предостаточно вполне у него, так что, думаю, себя более уверенно будет чувствовать. Чувствовать интересно, что внизу у нас в итоге такая интересная дабла, это, получается, Вингана пару с Вайпером, но трудно против такого стоять даже, вон, мы видим, Дум постоянно на половине ХП бегает и трудно подойти к такому близко. Вот, например, Дарквиллоу практически без регена осталось. Душная линия, по-другому ее не называть. Ну, учитывая, что здесь есть в Пангольере, я думаю, Вайпер захочет купить рутов Атос, можно грамотно в Пангольера кидать Атос, пока он не раскрутился, и пытаться его убивать. Да, мы сегодня уже видели в рамках противостояния ЕГЭ против Ликви, там Матомба отлично себя показывал на этом персонаже. Там быстрый был Атос, и действительно Пангольер страдал. Так, ФНГ, очень больно, отлично, отлично работа ФНГ против Зая. Ну, Зая еще два танга остается. Да, очень много Манго себя закупил на Монопол. Ну и продолжает здесь стоять, получил второй левел, продолжает также фармить Дахак. Пока нет метаморфоза, Баунтихантер может наглеть вместе с Леоном. С появлением метаморфоза, конечно, нужно уходить, пока это такая вот атака. Немножко ФНГ золота подобрала Зай, еще можно сделать два-три удара, и ФНГ остается на половину здоровья, нормально. Ну, Зай тоже продолжает бегать на лоху П, нет у него никакой фласки, у него только остались танги там пока что, но нужно быть немного поаккуратнее, улетает ФНГ пока что отсюда следить. Он очень быстро вернется, вот это плюс значит профит, либо когда у тебя в пике имеется, слушай, о чем он пешком идёт. Так, что-то что-то я забыл, пацаны, сейчас, я... Секундочку. Он не подрегинился, он как будто мискликнул в сторону топа, конечно, не хотел так идти, возвращается назад, восстанавливается. Он купил себе рецепт на... Ну да, 4 ветки и полетел. Ну, конечно, конечно, это было бы странно очень, если бы он так пошел, это скорее всего просто мисклик. То же самое, что мы видели с Нутеллом, когда он на противоположный фонтан прилетел и просто умер, запаниковал, не понимал, что делать, можете пускать в интернете. Очень любопытное действие. Пупей, стан, отлично, уходит в гост феечка и стан... Да, тыжка, звалятое, шаду Реалма, Пупей, прогоняйте, грамбл майс не попадает, немножко, ну, не так далеко закинул вперед, что Пупей уходит. Линия сильно запушилась, спокойно здесь по фарминку мидван, уже имеется третий левел, 1-1-1-1 пока что раскачка. Вот в миде все довольно ровно, 17 на 5 у нас морфинг, 17 на 5 пангольер, очень плотно идут друг к другу. Гамбит очень хорошо начинает, потому что в предыдущей карте всегда Сикрет доминировали, убивали, ну, я вижу даже по пикам, что Гамбит играет совершенно другую доту, они как будто решили, что бояться Сикрет смысла нет, как-то под них подстраиваться, играйте свою доту, берите героев. Ну, вообще по-хорошему так и нравится, потому что, ну, то, что было до этого, это совершенно другая дота, сейчас вот прям Гамбит начинает хорошо. Мне кажется, не время для экспериментов, вот каких-то там, знаешь, контрпикать и пытаться действительно лучше играть в свое. Вот у нас статистику выводят по крипам, уже там 7 трентов забрали, ну, неплохо, 112 голды тоже в денежке. Ничего, ФНГ получает, я думаю, за это он тут постоянно выбивает реген, реген этими пиньками, поэтому даже, я думаю, либо в ноль, либо небольшой плюс. Феррсблат происходит, тут, значит, профит получает стан, Феррсблат на вайпере, кстати говоря. Это странно, я так минимум, и дум забежал там прямо под тавер, в это время форма на топе активируется от Дахака, отгоняют подальше Зая, и обзор тоже немного отступает на расстояние, ну, чтобы быть, побольше хп иметь, он просто зонит террорблейт и высасывает из него ману. Просто в ноль высосали. Ну ладно, Дахаку эта мана не нужна сейчас, потом, когда он пойдет в лес, уже попозже, если будут в этом необходимость, конечно, он все это прокачает Зай. Там на топ идет перетяжка от Пангалера, прямо сейчас, и, возможно, Зая попробует забрать, пробили довольно больно. Скорее, это контроль руны под бутылку Пангалера очень хочет. Ну, тут в итоге Зая забрали и так, да, может быть, он и шел так-то на топ, видел, что там лох и пен, но вот он как раз в инвизе был. Я вот к чему. Ну и руны баунти как раз-таки появляются, что у нас по итогу. Еще сейчас могут попробовать забрать Леона, да, но он забрал баунтиру с тобой, промазал станом и погибает. Еще один фраг в копилку, гамбит, и гамбит-то тем временем уже ведут 2000 золотых, неплохо. Красавчик, очень хорошо начинают. Вот Акулач отходит назад, мидуан продолжает преследование. Ну, тут Эмерш на подсейве стоит, все нормально. Будет жить. Очень классный крип у Акулача, на что мы увидели в Сулаферстаном лесу. Один из лучших, наверное, крипов, который можно себе только представить именно на этом лайнапе. И вот мы видим коэффициенты на эту карту, на первую. У нас все еще, ну, слабо верят пока что гамбитов. Мы видим. Можно лить. Можно лить, да. Потому что гамбиты начинают, как мы и говорили, довольно неплохо. Понятно, что потенциально морфлинг против Тарарблэйда. Мы это уже много раз проходили. Это книга прочитанная, что, конечно, морфлинг будет уничтожать в один момент вот это все, что мы видим у гамбит. Но имеется Doom. Если Doom купит какой-то там себе Шеллоблэйд, либо Блинк, ну, мы говорим, о стадии мидгейма, то можно будет ниши доставлять за комфорт. Афон, он же контролит руну. Руна, к сожалению, нет. Руна снизу. Регенерация, кстати. Но об этом ни гамбит, ни секрет, не знаю. Это така снизу. Мидван до конца ВАЮ пытается убить Дума. Мидван до последнего. Акулыч уходит. А вот Мидван нет. Акулыч на ЛУХП на развороте еще Шеллоблэй сбивает Рейндроп. Три игрока здесь. Можно дать удар с Инфернала. Пупей за ним погоня. Главное, здесь не заиграться гамбитом стоит сходить. Взор просто рэбот по-тройне выдаёт. Можно убивать. Приходится до фониджи. Должны добивать на развороте Вингу. Но ладно, не так страшно. Потеряли всего лишь Фею. Это не Дум. Это не корт персонаж. Так что очень неплохо. Да, но подкоп, конечно, на 10 из 10 сейчас был. Прямо вот на перетяжечке. Неплохо сыграно. Так, врывается. Акулычи подключает подкоп. Подкоп от Евзора, да. Твоя остановочка. Пошел Роллинг Тандер. Закатывается. Мидвана пытается зафокусить. Мидван мансит. Но должны его забирать. Буквально еще один удар остался. Да неужели отпустят? Да, отпускает пока что. Сашбакал. Сашбакал есть. Буквально кончиком достал. Буквально подкопали у нас Пангольера. Еще один удар. Нужен Пангольеру. Пангольер убегает отсюда. За ним Пупи в погоне. Пупи не догонит. Просто элементарно и скрывается. Пангольер мансит. За горами на развороте, по-моему, это ошибочка была. Жадность погубила. Ну ладно. И взор в прутах. Нет у него танго. Просто уходит. Да, жадность губила. Афонич обидно. Натал Пупи много денег. Могут по прямой побежать. Я не думаю, что Пупи смогут догнать его. Это СНГ. Это СНГ стиль. Я думаю, что большинство игроков, которые смотрят отраслятцы, сделали бы так же, если бы была у них такая возможность. 27 Гамбит. Классно начинают. Мне радует Дота от этой команды. Сегодня. Да, на первой картине пока у них все хорошо. Я не знаю, как по Мидасикам у нас было на... Именно ей сели. Но вот на МДЛ очень полюбили Тортфакт. И в пабликах тоже у нас, кстати, миди-проблему ниши. Но ниши контролирует этот момент, перекачивается в силу. Мидасы везде любят. Мидас пока слишком сильный. Дает тебе много скорости атаки. Дает тебе получение необходимого опыта. Мы знаем, что для некоторых героев таланта особенно важны. И тот же Баунти Хантер, если будут набирать опыт, там таланты приятные. Да, но и очередная попытка, повезет ли. Да, вот раз везет ниши, прокать здесь у нас. Да. Промаускорение. И Пангалер пока отходит. Возможно, там какой-то шрайн будет. Так, снизу три персонажа. Команда Гамбит. ТБ уже по кайфу фармит в лесу. Ему там ничего не нужно. На линии. Да у него нетвор стопы, как бы он себе может позволить. Пока линия пушина. Спокойно можно отойти крипочков по фарме. Здесь у нас продолжает бегать займ. Видели? В двоечку у него же надо. Своровал крипа. Хорошо. Там что урна уже имеется в наличии у Пупея. Ну и, кстати, Пупея спокойно стоит на линии, также фармит. Пупея вообще в порядке. Он забрал стрик, продолжает фармить, поэтому и по уровню, и по золоту проседать не будет. Спирит Весел себе какой-то еще, если возьмет, то вообще будет классно. Против того же Дума работать с Спирит Веселом одно удовольствие. Вайпер уровень 6. Мы видим корону уже, видим Рестбенд. Ну, корона там, где вторая корона, там уже и Атос. Но это не какой-то быстрый Атос, как мы видели вот сегодня, да, буквально три часа назад, на седьмой, на восьмой минуте появился. Ну, рано или поздно он появится, в любом случае здесь, так что стоит ожидать. Там в миде довольно сильно нагляет Морфлинг, я смотрю, уже вплотную подошел к Тауру, даже не спускается, как на лограун, но маска есть, в принципе, да, ты там неплохо отхиливаешься, перекачиваешься в ловкость, и держишь себя, ну, на уровне ХП нормально. Там в это время четыре героя находятся гамбитом внизу, и возможно даже будет какой-то выход под Тауру, подтягивается до ХАК, седьмой левел уже имеется, есть форма. Ну да, и будут начинать забирать Таура. Ну, правильно, надо давить, надо пушить. Это первая Таура, которая гамбит должна разрушить, хотя сейчас сюда и Сикрети смещаются, немножко Мидуан, закидывают, наверное, Токсин, Телепорт, если еще от команды Сикрети, да, и просветили. Но вот что дальше делать, пока непонятно. Лабиринт повесили, толку нет, урона мало, вырывается Ниша, попытка быстро убить. ФНГ, ФНГ получает Фингер, первый заряд должен быть для Леона. Дахак прячется в лесу, Мершин, Дептистрайк, Сюрикен, урона пока не хватает, Ниша дальше в погоню, Ниша, один удар, второй удар, ну нет, там окажется Ниша встанет, параллельно погибает Думс, в ультимейт, так скастовать и не сумел. Ниша против Дахака, в два форме Террор Блейда, ну и практически убили, практически убили Морфинга, немножко остается Морфинг, погибает, отличная работа, попытка убить уже ТБ. Дахак пытается уйти, Дахак без ультимейта. Дахак пытается на развороте бить Зая, вкатывается Афониджи, можно классно очень вкатиться, вкатываются, отлично, подстанили Зая, Зая также убивают, Мидван делал бы параллельно, трипл килл, подкоп, да, заберут наверное ФНГшку, здесь еще буквально один тревог остается, один удар, ну, не хватает, не хватает одного удара, немножко урона, да, и в итоге выживает ФНГ, стоит отметить момент с Мершином, который спрятался там в краешке, до конца ждал, и как раз таки он оформил в фраг на Морфлинге, отлично сыграно, но комбиты в итоге оказались, да, но в итоге размин, конечно, не в их пользу, безусловно, и мы видим, что преимущество, все, которое было у них, они растеряли, после этой драки, и башню они не спушили, но тут проблема в том, что дум не смог ультимейт выдать свой, и ТБ оказался тоже без ультимейта, уровень 8, мы такую прокачку помним, где-то полгода назад, год назад, было оно очень популярно, когда ты принципиально не качал ультимейт, сейчас такая игра, что вообще можно и взять, вообще странно, да, многие игроки предпочитают оставить свободный скиллпоинт, и на всякий случай, если вдруг начнется какая-то драка, или атака на тебя, прокачать его, чтобы Сандр все-таки заюзать, но здесь мы видим, его не было, да, дум все еще в наличии, правильно сказал, и может быть, удастся его реализовать, где-то не будет, да, Фанг, она ассидировала по полной, второй на этом турнире, на ночь в профите, даже без ультимейта, казалось бы, с ультимейтом делать это легко, там ты закинули, как ты играешь за Спектр, либо за Зевса, а тут ультимейта Фанг был везде, учитывая, что он саппорт, отличная работа. Ну и ниша продолжает фармить, конечно, немножко расстроила его смерть в прошлой драке, но в любом случае, он держится в пределах досягаемости до Террор Блэйда, так что небольшая между ними разница, так что все здесь хорошо. Так, ну Дум там тоже, кстати, набирает неплохие обороты, но опять же, это Дум не будем забывать, у него никогда с фарма проблем не было, мы видим, что еще и Мидас дальше появится, Руна Аркейн, неплохо, оставит, наверное, на гольеру, да. Там Ботл элементарно, допустим, да и в драке, это руна будет болезнение, Афониджи намного больше. Если драка, конечно, будут снизу, то башня не упала, ни одна башня до сих пор гамбитами не пропушена. Ну, все еще довольно ровно, непонятно, на самом деле, кто вырывается вперед или нет. Но отыграли секрет, то, что было у Гамбита, но Гамбит опять хотят забрать Т1 внизу, все еще хотят, точнее. Он спрокнул, но Морфлинг нет. Морфлинг очень нагло здесь будут играть, он понимает, что в будущем убить его будет очень трудно, если не будут за Касталон Дум. Если не будут Дума по нише, убивать Морфлинга практически нереально. это правда. Там параллельно также на топе, сейчас хотят секреты забрать Т1, Т1 все-таки одолели внизу у нас Гамбит, и готовы идти сразу на Т2, пока форма есть, форма только что была активирована, в миде погибает Бангольер. Отлично. Взор, ты понимаешь, уже два заряда Фингер, уже есть Пойнт Бустер. Так-то не так уж много. Вчера Габет кричали, мама, я не хочу умирать, когда Леон кастовал там в драке, там очень хороший ренш на Аганимный ультимейт, и урон-то накапливается, уже плюс 100 дополнительно, за каждый заряд по 50. Ой, хороший свап от Пупе, и трек сразу же накидывает Зай. Да, типнули еще сверху, отлично получилось здесь на ТОПе. Там уже звук был, как телепорт закончен, в чем парадокс, там настолько тайминги были. то доля, там, я не знаю, даже доля не назовешь, там, микросекунда. Не повезло, то скорее не повезло, отличие работы от команды Секрет, успели они поймать что-то небольшое окно, Акулыч, Акулыч за спиной. Ой, прямо вкатывайся, но он успел нажать перекачку, даже не смотря на то, что получил Doom после, но живет, уходит. И уже надо отсюда уходить Гамбитом, Гамбиты рискуют здесь, просто проиграть, Терра Райс от Фея, отлично, Терра Райс по двум игрокам, вкатывается по гольер, покатился, но... Но команда уже в меньшинстве, потерялись, но уже все, можно бегать, да нет. Нужно бежать просто, и все. Да, ну видишь, среагировал, среагировал, ведь ниша успел. Казалось бы, ситуация лучше быть не могла. Да, он еще и превращается в Террор Блейда, активирует форму, и сейчас с этой формы можно пойти затолкать линию спокойно. Ему летит Мидас в курьере. Ого. А, нет, да, вот сейчас прилетит Мидас, у меня просто рецепт уже есть, я вижу, а вот... Отлично, отлично. Ну, все, 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 становится очень хорошо резко, или он пустится по фарму, или он пустится и по опыту хорошо, и ультимейт у него в порядке. Вайпер там свой АТОС сейчас найдет, наутгамбит, драку за дракой проигрывает. Это та же драка, вот это нельзя было назвать, просто ребята напали на нишу, нишу успел среагировать, что безусловно, О, хи-экс моментальный, АТОС, и все. И по галереям нет. Вообще моментально стерли даже ничего, не успел бы ничего сделать здесь, в данной ситуации, да. Вот вам и Винга. Что секрет хотят Рошанчика? Ну, форума сейчас закончится, но самое приятное, с форумом одно удовольствие этого Рошана бить, немножко что-то будет очень быстро, но учитывая, что это 16 минут, здесь три игрока стоят, сойдет. Ведь, не даст-то оказывается поздний. Ну, не самый быстрый, так скажем, но все же. тут Морф Игорь Ниск вышел, он две маски, купил маску, два Аверсбэнда купил маску, купил Magic Wand. Просто потому, что обычно маску не каждый может покупать в последнее время, так что здесь... Если берет маску, то уже не даст временами Игнарюра. Игнарюра не покупается, Зайя, и видимость его просветили сразу же, должны убивать Зайя, но знаете, это Space, это Space, Bounty Hunter здесь как будто, как будто Пупей сказал Федани. Да, в команду Зайя пошел, Федани саппорт. Ну, это правда не саппорт, видишь, это Bounty Hunter. Ну, как он здесь пока дешевле, чем Леон. Да, 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 но как бы это опять же окупает себя, там забрали все-таки Рошана, есть Аегисты и продолжают пушить у нас гамбиты, есть Роллинг Тандр, покатился вперед Афонин же, выходит Пупей, Афонин же никого в итоге не подцепил. Ну, так и надо, надо сдавить педали отсюда, пока не дали. Да, Тауэр забрали, можно отступать. Один из самых классных смехов в игре. Да, немножко криповый. Там, не слышали, фея у нас появляется намного реже, чем это было там полгода назад. Леон, уровень 10. Берет себе Кастрэндж, ну, подпонятно, под Аганин, да, тут связано. Аганин будут очень скоро. Леон, это одна из главных проблем в будущем. Для того же ТБ, вы представьте, что с ТБ будет происходить по аккаунтам себе Блокенбар не купит, не купит. У нас там драка, выход на Афонин же, до Блога Машу Зая, нужно бежать, Афонин же, прожимать стики, куда-то отсюда убежи, еще один удар, до свидания. Куда-то отсюда убежишь, трек-фрак, еще и жена дымешка за и золото подворовал. Это еще не конец, тут сразу же смог, все еще имеется в наличии свап, можно сейчас выйти, вот, например, на топе, находится у нас в НГ, он спрятался пока что, ночь на дворе, улетает. Прямо улетает, притом смотри, в спину, может выйти, но он может пачку крипов застопить, чтобы не запушили, никак здесь. Но тут крепостались, и сразу же атак, как быстро убивают Дума, как же быстро убивают Дума, казалось бы, Дума герой не самый тоненький-то, 1500 хп, брони там под башней хватало. Самое печальное, что у него там и Мидаса не в откате, то есть у него успел, а, все, откатывался, прошу прощения. Деваур, не скушал он никого, поэтому последит в таверне, но таймер не самый большой, опять же, 17-ая минута всего лишь-то, у нас уже 13-10, и 4000 преимущества за секрет, забрал нишу на топе Т2, продолжает дохак вообще пылесосить чужой лес, понимает, что здесь, наверное, самое безопасное место пока что. Дахак вообще уникальный игрок на этом турнире, он очень мало погибает в каждой игре, и вчера был матч против команды Сикрет, где два матча гамбит проиграли, но дохак ни разу не погиб, то есть у нас есть Миракл, но там понятно. Миракл, но и Миракл победился. То есть представьте ситуацию, что команда ваша проигрывает, практически летит, но дохак умудрялся не погибать, при том он был в драках, у него были убийства, он просто не был смертей, и сейчас ситуация пока такая же. Тут два подкупея, проблемы сейчас будут у ФНГ, террорайз, залетает, акулы же забрываются в драку, но Зая просто стер здесь у нас дохак. и Дум есть. Выбили Аегис, это уже хорошо, задумали в итоге у нас Леона, Леон ничего не сможет сделать, ультанул Мидван на развороте, мог забрать Акулу, но нет, не пошли дальше, и в итоге отделались только этим. Забрали Паутихантера, выбили Аегис. Нужно саппортить так, чтобы тебя Дум противника пытался заулетить, вот так вот Ябзор живет. Настолько этого Леона боятся. Он забрал очень хорошую руну прямо сейчас, и возможно, кстати, под ультимейт кого-нибудь и найдут. Того же вот Акулача, или там он ФНГ летел, но он отменил. Там Пангальера можно найти, но Пангальера нужен плюс один, один ли он не справится. Хотя, хотя, 1100 хп, ну ладно. Отпускают Пангальера пока. Ябзор ждет момента, там снизу продолжают сплитить ФНГ немножко, но ФНГ здесь могут доказать. Ферикен не пудка вставать за это последнего. Там есть набор экспорт, и ставить ситуация безвыходная. Но это скорее всего точно фраг, то есть, но в любом случае не уйдет никуда уже отсюда. Но только Сандра, давай сейчас, но МТВ, разумеется, этого делать не будет. Да, не было смысла подходить, никак бы он не помог. Пытается купить Гэрик команды Гамбит БКБ. Да, без БКБ здесь будет очень трудно. БКБ здесь против Леона как минимум никак. Да. Кроме Леона есть. И Венга еще составом своем тоже неприятное. Здесь полностью согласен. Ну что, окей, Дахак под треком бегает пока что, но вряд ли удастся. Это ловушка. Это такая двойная ловушка. Вроде изначально сейчас из Зая могли бы подловить и нажать там Даст, но с другой стороны там игроки Сикрет уже готовы ходить. Но сюда на перерез бежит Пупей пошел Сарюкенчик, есть Тан, прячется пока что Дарквилл. Звопа будет? Нет, не будет звопа. Так, в чужом лесу там Ниша развлекается, смотрю, может сейчас найти ФНГ. И он его находит. Он уже нашел его. Да, и ФНГ скорее всего погибнет. Да, минус Фарион, до свидания. Акулыч, надо замедлить. Ну нет, далековато Леон, Леон все-таки у нас с Аганимом, практически мы помним, без Блинг Дайдера, не может он допрыгнуть. Быстро. 5 тысяч за команду Сикрет. То есть все еще не критично для Гамбита, они держатся, Дахак очень неплохо фармит. И Ниша сразу же оказывается внизу, у него есть Травелла, может себе позволить прилететь потом обратно куда-нибудь, если даже драка начнется. То есть, ну, максимально мобильный сейчас он по игре. Так, ну и что там у Афони уже? У него, кстати, проблемки, за ним выехал Зай. Роллинг Тандер, нет, стоять, твоя остановочка, говорит Мидван, есть еще и ультимейт, и погибает в итоге. А то, что-то такая лютая Кантра уже, который раз мы видим. Ну, выходит Фея, но Лабиринт толку от него немного. Там еще и смотри, атака от Пупея, но Пупея тут могут убить Пупей. Снова спроты ломаются с помощью пиньков от 1 от самого ФНГ. Телепорт от Фея, сбить его нечем. Так что, берите себе на заметку, а то спротив Пангольера это очень мощный, Пангольер просто не может раскрутиться, не может от вас улететь. Да, в итоге ФНГ тоже улетел, Тавара в миде нет, есть еще два Тавара внизу, которые неплохо было бы забрать сейчас Сикрет. Ну и Дахак продолжает дофармливать себе БКБ, остался только рецепт. Не так уж много ему осталось пофармить. Ну да, да, Блокин, но этого мало, нужно еще, нужно еще какой-то хороший ратфакт. По типу Скадди, Скадди, скорее даже поинтереснее, чем бабочка здесь будет. Так, интересно, что там у Морфлинга уже имеется, кстати, вот Дахака нашли. Он там Эзериал фармит, шотган, поэтому я думаю, Иглсонг может он уже взял. Дахак, слушай, а там рядом Винга, ну тут вся команда Гамбит также навстречу идет, выходит ВНГ. Но драка здесь можно, честно, полноценная. ВТБ без ресурсов, нельзя здесь драться Гамбитом, нельзя. Ой-ой-ой, забегает Акулыч, отступают пока что Сикрет, учитывая, что ниша далековато находится. Вот прилетел Мидван, на шрани отпеваются, хорошо. Ну и на этом, видимо, столкновение закончится. Три сотни до Аганима, так, ну вот он с сравнением Морфлинга и Террорблейда. В общем, ребята идут на равных, разница, она реально минимальна. Идут на равных, но Нетворс продолжает расти в пользу Сикрет, просто очень сильно, уже 8К перефарма, это серьезные цифры. Морфлинг, конечно, в драке с ТБ мне поинтереснее, ну потому что ты воруешь метаморфозу, ты воруешь метаморфозу и воюешь, и воюешь под ней с удовольствием. Пангольер пастовато, вполне же, артефактов не хватает, я думаю, тут нужно быть 9К, чтобы это понять, чтобы Майл Штром за 22 минуты этого маловато. если сравнивать, опять же, с его оппонентом по линии, да, согласен. Так, первый Мидас для Фейна ESL1 готовится. Ну, у нас на МДеле регулярно практиковали. У нас на МДеле, да, у нас там регулярно. Мы тут с нижнего интернета. Да, это, тут у нас, скорее всего, будет сейчас Смог, возможно, какой-нибудь отгамбит, учитывая то, как они собираются пятером в своем лесу. Смог-то будет, но Симых пушит вниз и смог, ну, можно вот прямо сейчас нажимать Смог, идти вниз в атаку. Очень высокий уровень, а вот, не умирать, все-таки, да, работает так же, Моршинга, Ленка уже так же готова, безопасен себя, думал, все хорошо, дальше будет Шотган. И вот как раз Смог сам тот самый. Ну, давайте, для гамбита-то реально может быть шанс. Но там Леон с Аганимом, правильно ведь уже? Тогда, Аганим летит, Аганим летит, но Ютодракер должен успеть дойти, но у Дума Блинк, так что тут любопытно. Я реально в сомнениях, а кого вообще думить? Кого вообще думить вот с таким вот Леоном? Не угадаешь так. Единственный плюс, что у Леона пока еще не третьего ультимейта, там кулдаун становится минимальной. Разница между вторым и третьим уровнем очень большая. Пока еще можно жить, можно дышать. Зай идет вперед, в центре есть. Нужно быть аккуратней, только что сломали, раскидывают треки, ФНГ свапают его, ФНГ должны стирать. И вот он ультимейт, ФНГ отправляется в таверну. Есть Рорайс, не самый удачный, Ебзор тут катается по нему Афонин же, избивает Акулыч, врывается на Леон, и Леон погибает. Ну, Дахак нормально-то наваливает, я тебе скажу. Просто Райт кликает, начинает бить одного, второго, но вот что делать дальше? Он остается здесь, в общем-то, один в этой драке. Вайпер подумает, Дахак до конца, Сандра кидает, Зай можно убить, Зай на ЛУХБ практически убивает, но один в поле не воин, ультра килл для ниши, выкупается Пангольер, минус пять от команды Сикрет. Знаешь, в чем проблема? Все классно, но кроме Дахака никто не бьет вообще. И вдвойне проблема огромная сейчас для Гамиш, что Рошан появится буквально через несколько секунд, вот прямо сейчас. Но с другой стороны, пока есть форма, может быть пойти подпушить? Вот он как раз-таки давайте Сикрет могут пушить. Очень быстро убили ФНГ, но вообще в драке ничего не мог сделать. Ну да, поставился. Ни ультимей даже никакой не закинуть. Нельзя его обвинить, что он попагинет. Ну там такая ситуация, ну это Леон с Аганимом, там ТБ наполовину развалился после этого Фингера, что уж говорить про ничт Профита. Заряды у Леона капают, падает Т3, используем Глиф, появляется ТБ через 10 секунд, не забавь про то, что нет. Ошибочка, ошибочка может быть сейчас прямо от Пангольера, Пангольера отправляет в таверну, да. Забрали у нас также ФНГ. Это дайбэк от Пангольера, что самое прикольное. ФНГ-шку забрал Ебзор, я так понимаю, с ультимейт и прямо ваншотнул его, судя по всему. Ну, как раз-таки его подловили на нижней руне. Ну что, Шаду Реал, ниша превратился в Пангольера, убегает отсюда у нас Иммершн, есть вап от Пупе и Иммершн под треком погибает. Ну, сейчас крипы подойдут, бэкдора уже нет, крипы подходят. Да, и морфинг довольно быстро ломает строение, мы все прекрасно знаем, там приличное количество урона с руки просто. И резко преимущество становится 16 тысяч золота за командой Сикрет, но это слишком много, это уже слишком много, не боюсь, что... Ну, вся надежда... На гамбит, точка невозврата, возможно, все надежда на Дахака, но Дахак все еще без формы, там не будет 39 секунд, ну, как бы, нужно дождаться за это время, как бы, вы можете и вторую сторону потерять легко. А что Дахак, а что Дахак? Один... Да, один в поле не воин, ты правильно сказал. Один даже... Кто-то еще нужен. Этим вторым должен быть, по идее, панголер, но мы видим, как панголера контрят одним артефактом, он просто умирает моментально. Один артефакт, один артефакт и кидает просто тучку туда, начинают рейт-кликать. Вайпера мы видели, его задумали, но вайпера тот герой, который задумит, не задумит. Да, мы сегодня уже видели, как думили трижды матумба, ему вообще плевать, он просто уходит из драки, вот тут практически ваншот. Да, это было близко, немножко обзор. Ну ладно, мне кажется, просто нажал, все равно отсюда уходили, на ближайшую минуту уж точно обзор здесь не появится. Да, вот скоро появится блинкдагер у него, тогда вообще проблемы будут огромные в гамбит. Он пытается FNG сплитить, мне это нравится, он там и крипов пытался воровать для форт-морфинга без проблем. Снизу линия очень сильно пропушена. Нужно играть, нужно гамбитом играть, еще можно попытаться. Так, а выход от иммершина. Так, это баунтихантер, это баунтихантер, подкоп на фею, Зай уходит, гвардиангрейкс в последний момент ультимейт, значит, профит даже этого не хватает, залетает сюрикена, Мершина остается на лоу-хп, залетает тучка от вайпера, и там прилетает FNG, прилетает FNG в спину параллельно Афониджи, покатился шарик, но в драки пока ничем помочь не может, вкатывается баунтихантер, убивает FNG, убивает Морфлинг, Морфлинг выкупается, неплохо, но Морфлинг уже в игре, и нужно гамбитам уходить, ресурсов больше нет, не забывай, что там не так много баэбэков, осталось до хак делать, телепорт, цепляет иммершином с помощью свапа, Зай в невидимости, видит Афониджи, если есть сюрикен, то Афониджи здесь никак не выживет, Афониджи, один удар от Зая, пытался, пытался до последнего жить, но нет, не хватило все-таки ему возможности убежать, убегает отсюда иммершин, тоже на лоу хп, Это трекфраг по всей видимости будет, сюрикен полетел, бум, 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 да, еще причем, хорошо, хорошо, да, да, я не спорю, что хорошо, неплохо, это еще не конец, это еще не конец, на самом деле все это класс, гамбит отыграли хоть что-то, гамбит убили нишу, очень быстро, да, и видимо не очень, очень сильно не хотели, а теперь Рошана, парни, а теперь Рошана, а теперь Doom, но пока они здесь, акула заходит, врывается, хороший стал по-троиму, это просто нереально, перехачка в ловкость, можно убивать, надо драть клик, но Doom погибает в итоге, Морфлинг хочет добить Рошана, Рошан буквально пару ударов, упадает Рошан, забрали его, и можно отступать, никого здесь нет больше, какой реветч от Doom, по-другому не называют, то, что только что сделал, акулач, кого там поймали, иллюзии, иллюзии поймали, ах, ну, жаль, 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 да, шанс был неплохой, согласен полностью, представь, там Пангалер начал крутиться, если бы, да кабы, но да, но да, но то, что вышло, как вышло, секрет, все, все, играем, это рассчитали, по итогу, как оказалось, ниша против Дахака, Дахак в опасности, Дахак в нереальной опасности, но тут иллюзия, иллюзия оказывается, ниша, я думаю, подсерялся, что это настоящий персонаж, и ниша отпускает, ну, можно, можно эту линию хорошенько отпушить, да, учитывая там все еще, учитывая то, что там стоит Т2 на этой линии, так что, да, хороший вариант пойти и дотолкать ее, а в это время сплитпуши, также вся команда секрет, другие линии, опять же, не будем забывать, что у Морфлинга есть Трэвэлла, если что, он там присоединится к команде, и сразу будет в пицентре драки, 30 секунд еще, форму ждать у ТБ, думаю, в ближайшее время мы драки не увидим, по крайней мере, пока формы нет, ну, отметили нам, что Дахак в этом патче неплохо фармить, чем в среднем, но этого недостаточно, мы уже об этом много говорили, что там это хорошо фармить, но вот если мы посмотрим статистику Пангольера, я думаю, там все будет не так радужно. Сложно играть, когда ты один против всей команды вражеской. Ну, не то, что ты там один versus 9 играешь, то ситуация в том, что ты хорошо пофармил, но твоя команда, твоя команда постоянно спейсила ради тебя, и ты-то живешь, а вот остальные, у нас, кстати, у Дахака смерти, да, уже должен точно быть одна или две, так что вот это да, статистика прервана. Одна, между прочим, заметить, пока что одна. Так что, ну ладно, ладно. Но это не так уж и много, 612, хорошая статус. Если ты выиграл, тебя может быть и 30 смерть, если игра выиграла, там саппор, неважно кто. Так, ну и падает последний внешний тавер, у нас показывают кривую на творчество. Этот байбай, по всей видимости, возвращение в драку, убийство Рошана, убийство двух героев, и он вернулся по на творчество. Ну, немножко отставит под этому графику увеличения золота, но в целом... А Кулыч занял хорошую позицию, если что, готов ворваться на Дума. А Кулыча Дума нет пока. И там Аегис, там Легенсфера, там Сыр, ты представляешь, как на Морфлинга ставку делают, какую высокую... Проблема в том, что есть, конечно же, там еще и глифортификация для Team Secret, и не получится вот так вот забрать сейчас линию за бесплатно. Я думаю, сейчас как-то поиграют. Попытаюсь выиграть время. Я в этом сомневаюсь, честно говоря, при всем уважении в команде Гамбита. Ахониджи покатился, шарик. Ахониджи покатился, Ну, такой себе прокат, в итоге уворачивается от всего ниши, превращается в транс. Это есть форма, все, хватит, покатались, достаточно. Но тут откатился Дум, может быть только, чтобы выиграть вот это время на появление Дума. Дума есть стан, как врываться, пока непонятно. Акулач врывается, есть стан, но это Морфлинг, это Морфлинг, Саэгисон, убивают очень быстро Дума. Дум в итоге ничего не сделал вообще в этой драке. Ахониджи на УХП пытаются убежать от Заях. Неплохой террорайс, но никак не могут это воспользовать. Попытку бить нишу, но он не слишком много ресурсов. Там был Дум в Линкен сферу или нет? Я вот пытаюсь доказать. Нет, Дум дали в, господи, вайпера, вайпера заставали. Это опять же тот самый таргет, который, ну, наверное, один из самых таких плотных персонажей, который спокойно переживет все-таки этот Дум. И как бы мы увидим, что Гамбит отбегает на Фонтан, в это время падает нижняя линия. У Гамбит был последний шанс, они попробовали, у них не получилось, к сожалению. Ну, тут просто катком прокатывается Сикрет, прямо сейчас ниш, ничего не боится. Тут вот работает шутганом, погибает Ангалер, погибает Акжедум. Гагай пишет у нас Гамбит, и это первая карта для Сикрет. Сейчас Сикрет делает муву, за которую в Лоле бы забанили бы команду под Фонтаном уничтожения. Сейчас бы Лол вспоминать, извините меня, на турнире подойте, но ладно. Как есть. Победа Сикрет, ну, Гамбит провели неплохую пятиминутку, я скажу, то, что было до этого с командой Сикрет, это была совершенно другая дота, я рад, но то, что было дальше, я не очень рад, я думаю, многие зрители так же. Дальше Гамбит играли вот свой стиль, пытались фармить, пытались перефармливать, вот эти смоуганги раз-разом были неудачны, неплохой был выход на нишу, когда они вышли, но убить не смогли. Да, но в целом-то неплохо показали себе Гамбит, хорошее начало, даже в какой-то момент лидировали, ну, и как бы игра-то была до поры до времени ровная, только когда начали какие-то макро-моменты предпринимать, то там уже видно разницу, то есть намного хуже. Вот этот билд Ебзора снова Леон просто транквил и плюс Аганим, меня радует, это вот этот паб-билд, которого всегда ты тиммейта начинаешь оскорблять, почему ты не купишь блин, глимерки, покупай Аганим, но здесь Леон, мы видели, сколько вот этих реводжей небольших было, чехс, постоянно контроль, и какой контроль Пангольера, а Дос оказался ультимативным артефактом, ладно, тут было много факторов, Гамбит пока для меня команда, которая выглядит послабее Сикрет, как ни крути, как бы я не болел за СНГ Доту, но это факт. Передам слово студии, она обсудит этот матч. Как бы мы не болели за СНГ командой, к сожалению, еще до, соответственно, этого матча, на Норитике мы говорили о том, что это вполне вероятно и три по двадцать, и пока реальность такова, да, хоть и не по двадцать, конечно, с другой стороны команда. Одна по тридцать. Одна по тридцать пока что, да, но может быть и хуже дальше. Все может быть, но может быть и лучше, кто знает, кто знает. Вначале были неплохие действия у нас на Гамбит на ботом линии, из них можно было что-то создать вообще, какие вот центральные, возможно, артефакты, какие моменты, которые могли бы хоть как-то помочь Гамбитам выиграть, потому что, ну, в общем и целом, обсуждать игру самому по себе тут. Не, ну вообще, не все настолько плохо все-таки, как думалось, может быть. Все намного, намного хуже. Да нет, ну почему? Это классик, классик надо знать. Я понял. Но если говорить объективно, то что? Действительно, начало было не таким плохим. Вот как сейчас вот 5-1 счет, там есть небольшая доминация, вот сейчас еще будет умирать, но вообще, Афанид же неплохо играет в доту, но не на Пангольере. Ну потому что, на самом деле, ну вот, он сейчас будет уходить. Отличный момент же. Забрали, то, все, уходит, легко уходит, просто делает ваш бакл, дальше и все, и как бы, ну вот, опа! И не попал, мог бы попасть, мог бы попасть, и не попал, и умер. Дальше, я не знаю, попадет входит или нет, но было минимум два момента, которые попали во взоры нашего обсервера, так сказать, и комментаторов, где он убегал от кого-то и с наш бакл делал, не на самое дальнее расстояние, как это принято в обществе Пангольеров культурном, а просто, грубо говоря, на месте и умирал сразу. Ну, то есть, очевидно, А где общество Пангольеров заседает? Есть такое-то Пангольер? Вложим Астронов, если что. Есть такое, да. Очевидно, не знаю, не лучший перформанс, может быть, мало практики, может быть, неудачный день, не с той ноги встал, но вообще, если бы Афония играла бы в этой игре максимально круто, как, по идее, он может, то, возможно, они бы еще и попадались бы поярче, потому что Пангольер был плох, вот реально плохо, и он, в общем-то, на дно и затянул все, как бы, все, что тут можно было бы, потому что вообще было неплохо изначально. Не знаю, мне не понравилось ни количество дизеблов, которые есть у гамбитов, ни драй, которые они пытались проводить своим вот этим вот раздрафтом. Заходит Doom, дает Doom, в мир вайпера. Ну вот, смотри, вот, ну вот сейчас. Нет, сейчас, это да. Это игровые моменты, которые решают. Вот. Опа! Та-дам! Ну, он все равно умер, да, но это показывает, что-то не так. Я говорю про то, что у них все драки строятся из формата, в котором ты не можешь никого убить. То есть у тебя нет урона, нет скиллов. То есть просто бегаешь и пытаешься забрать одного какого-то героя, а противник собрал. Климс на противник собрал, грифсы и вот это вот все прочее. То есть нет возможности просто вот по-мужски драться если 5-5, сделать больше, там, двух фрагов. Так не, ну смотри, это понятно. Смотри, Viper 12 тысяч вот в этот момент, Пангалер 6, у Пангалера должны быть все эти грифсы и так далее. Но он просто, ну, не смог ничего купить. Я не уверен просто, что это сильно бы помогло. То есть грифсы, это конечно здорово работает, но у противника, допустим, палец. У тебя пальца нет. У противника морф, у тебя морфа нет и так далее. То есть у тебя очень одинаковый, скажем так, типа урон у всех героев. У тебя Пангалер, вот у него вот даунсэшбакал, 200 урона своего внес, на этом, как конец его дэмэджа. Дум тоже не очень быстрый бурст урон. Фенечка, в лучшем случае, если какой-то один противник стоит или какая-то толпа, там самманы и все прочее, какие-то иллюзии, тоже может дать урон, но тоже не быстрый. То есть у тебя нет героя, который зайдет и убьет. А у противников есть. И ты постоянно начинаешь драку и даже вот в равной ситуации бьете одного, бьете другого, у вас герои быстрее умирают. В разы быстрее. Мне кажется, здесь глобальная проблема в драфте. Это первое. Второе, глобальная проблема в проставленном вижене. То есть ты сразу заявил, что будет проблема из-за баунтихантера по финансам и придется покупать дасты, стенд 3, вот это все. Это все так. Но ты за полей, где именно ФНГ ставил ворды? У них пол игры после там шестой минуты на площадке сколько? Четыре пятых игры, даже быстрее. Было придено на своей территории. То есть они просто дефались, в лучшем случае выходили примерно в район Т1 на вышках противника. Ворды стояли за Т2, на всех подходах. Один, два еще, ладно, допускаю, получить какое-то понимание, куда противник пошел, где его ждать и все прочее. А то рисуются потом в план ФНГ, ребята, они здесь всю карту обводят. Отлично сыграно. Ну, БХ очень напряженный. БХ нуждает ставить специфические вижены вообще. Да, но ты можешь его ставить в рамках той части карты, где, собственно, происходят стычки, драки и все прочее. Согласен. Я просто вижен, да, но, опять же, проблема с виженом, необходимость ставить защитный вижен, проблема с тем, что сложно поставить вижен. Это, как правило, следствие уже того, что ты проигрываешь в игре, тебе сложно выйти с базы, у тебя нет пассивного вижена, твои герои его не могут дать, потому что вы уже проигрываете, вы уже зажались, и вам все время все это сложнее делать. Это же как снежный ком накапливается. Естественно, тем, кто доминирует, им проще расставить хороший вижен и контролировать карту. И да, всегда можно обвинить пик во всем, и есть правдивое серно, Винга вообще имба, на самом деле, в какой-то степени, потому что ты просто свапнул, и вот он герой. Так почему они же еще не просто так играли? Это круто. А именно, то есть он свапает в Инстахекс, в Инстахекс и так далее, то есть это еще была заранее спланированная карта штука. Винга Леон, олдскул невероятного уровня, просто свап в Инстахекс, просто герой играет через ранее. Ходить полсезона назад, все регионы, каждая с твоей игрой была пак Винга, пак Дримкоил и высвапываешь. И потом, как раз таки, был апдейт, в котором Винге сделали мини-свап, чтобы вот этого не было за 2 километра. Ну, мини-свап, скобочек на 100 меньше. Ну, решай. Там, на самом деле, на второй, на третий куда меньше у тебя стало. Ну, подожди, было 1200, стало же 1100. Ну, круче, ладно. Там вообще 100-100 на первом уровне. Что? 800 или около того. Там очень маленький свап на первом уровне. У тебя их 2 заряда? Да, я понимаю. Ну, он стал не настолько меньше. Ну, ладно, мы посмотрим позже. Но там реально ненамного порезали. Порезали? Ну, это заметно. Даже 100 календжей это очень много для Доты. Но свапать можно. Вот Пупей свапал. Нет, можно, очевидно, кто спорит. А ты сбил меня немного смысле. Короче, а, но, почему ты проигрываешь? Ну, то есть, пик-пиком, да, окей, там что-то где-то, может быть, в каких-то местах секрет попроще. Но все-таки игра. Ну, вот это, ну, ну, как бы, вот мидер в одной команде. Ну, ладно, он в итоге не мидер, а на легкой стоял. Но, вайпер. Ну, в принципе, и мидер, морф. Вот первая же драка такая серьезная. Справа там около магазинчика такая долгая возня, где была, типа, Мидван делает трипл-килл, Ниша делает там кучу урона, а Пангольер вкладкатился, укатился и умер за стана, за два потом. И так вот постоянно, то есть просто ноль импакта. Ну, не ноль, но он крайне мал. Ну, как бы, дай такого Пангольера, дай такого Пангольера Сикретом, вот чтобы он так же играл. И дай вайпера вот такого вот, чтобы он так же играл, дай его Гамбитом. И я не удивлюсь, если бы сейчас все было бы абсолютно наоборот в этой игре. Ну, просто потому, что вот есть герой и он дает импакт, может быть, он проще там вайпер в тысячу раз, чем Пангольер. Ну, какая разница? Типа, у тебя есть герой, ты должен на нем сыграть. И сыграно реально просто плохо. И это и затянуло на дно. Потому что, ну, я не вижу смысла после этого анализировать там драфт особо, если просто, ну, там, не исполняется. Если не исполняется на каком-то герое в должной мере, то дальше нет смысла гнать на драфт. Потому что он явно не реализован. Герой должен был сыграть по-другому. Он должен был дать больше в игре. Чуть-чуть ты срочно капнел. Вот был момент, где вкатывался Моров по форме спот, там Дум стоял. Кинул у него Дум, Моров все, включить перекачку и так далее. Но зачем они за ним пошли? На вражеский шайн, да, это вот все. Ну, это кровь в глазах. Да, и про то, что здесь куда-то больше проблем, чем ты говоришь. То есть на самом-то деле у них нет все еще. Вот капитана купили, грубо говоря, а вот все равно не хватает то ли авторитета или чего-то принятия решения во время игры, потому что все время какие-то странные у них драки происходят. То есть драка не ради чего-то, а просто вот кровь в глазах, это самое. Может, ФНГ просто не хочет давить на своих пацанов, что? Типа такой, ну, хотите, подтеремся. Не надо не хотеть. Тогда он привык топ-2 ему нечисто. Не, ну, слушай, ну, согласись, топ-2 на ESL, если бы мне кто-то еще несколько месяцев назад сказал бы, что ФНГ будет топ-2 на ESL, там, в Катовице где-нибудь или еще что угодно, то, ну, я бы очень серьезно удивился. Будем честны, если взять то, что он регулярно проходил только на, типа, второе-третье место квалификации, да, там, и постоянно не мог выйти на турниры. Опять же, не в его защиту, но так получилось, что МДЛ проходили в то же время, и поэтому здесь могли бы сейчас быть вместо НИПов Ликвиды вместо Гометц, МП и так далее. Да, 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 да. И о том, что все равно, ну, учитывая даже список команд, которые приехали, да, там, и НИПы те же самые. Не, не, они молодцы, молодцы, кто-то спорит-то. То есть они явно лучше выступают, чем мы от них ожидали, или чем они выступали месяц или два назад, но недостаточно, хорошо, чтобы вообще хоть сколько-то повоевать с секретами. Ну, правда, правда. А есть ли вообще кто-то, кто способен повоевать с секретами-то? Я допускаю, что Ликвиды. Ну, я тоже допускаю, Я допускаю, что ЕГЭ, допускаю, что, возможно, LGD, я допускаю. Ну, вот это вот все возможно. На последнем мейджоре повоевали кое-как Virtus.pro, и то Гарнфинал, сейчас сказать, был однокалиточный. Да, но опять же, в рамках вот этого всего те же Перликвиды были с небольшим... Да, друзья, по поводу всей этой темы поговорим немножко через паузу, чтобы все-таки оставить время рекламы немного. Напомню, что, так как у нас парни из Сигрид очень уверенно проиграли, выиграли, выиграли первую часть, соответственно, у нас будет пауза, мы перейдем ко второй карте. Герои есть в каждом. Мегафон. Киберспорт начинается с тебя. Включайся.